Привет! В этом видео мы будем мешать хну для рисования мехенди. Для замеса я использую фруктозу, можно сахар или сахарную пудру. Подсластитель помогает нам сделать хну тянучей для удобного рисования и помогает хне не трескаться сразу после высыхания. Чистую воду. У меня вода из обратного осмоса, но можно использовать дистиллированную или бутилированную. Кто-то вместо воды использует чай, кофе, лимонный сок или смесь всего этого. Хорошие эфирные масла. Я использую масла кайепута и чайного дерева. Можно использовать еще эвкалипт, герань или лаванду. Самые безопасные масла лаванды и чайного дерева. Можно использовать только одно масло или их смесь. Стакан и капрон для просеивания. Они вам очень пригодятся, если ваша хна для волос или плохого помола. Хна. Я использую только премиум хну. У меня раджастанская и саджат. Две маленькие ложечки. Можно металлические, но если вы долго не будете их оставлять в замесе, потому что замес окисляется при соприкосновении с металлом и отдает весь свой цвет. Многие используют удобные резиновые лопаточки для замеса. Еще один капрон нам пригодится для процеживания пасты. Это поможет сделать ее структуру более мягкой. Ну и мешать я рекомендую в глубокой стеклянной мисочке. Можно в любой, главное не металлической. Пищевая пленка нам нужна, чтобы закрыть пасту от воздуха, пока она будет настаиваться. И после того, как она настоится, нам нужен будет или большой конус, или пакет. Готовьте материалы, присаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь замесом. Ароматерапия бонусом! Вначале нам необходимо смешать сухие ингредиенты, но перед этим, если у вас не премиум порошок, я рекомендую его просеять. Для нашего замеса нам нужно 2 чайные ложки с горкой хны. Примерно вот столько. И вторая ложка. Я не говорю, сколько грамм и миллилитров нам нужно, потому что это рамки. Каждый мастер делает замес по-своему и постоянно экспериментирует с этим. Это очень удобно, потому что в любой ситуации вы можете сориентироваться, сколько и чего положить надо и какая должна быть консистенция. Поэтому я советую вам запоминать консистенцию на практике и экспериментах. Для просеивания мы берем широкий стакан и сверху натягиваем капроновый носок. Я использую 20 ден. Мне больше не нужно, но если у вас хна с мусором, который вы видите невооруженным взглядом, то можно использовать капрон до 60 ден. На натянутый капрон мы понемногу добавляем хны и постепенно ее продавливаем ложкой вниз. Сверху капрона остается мусор, а внизу остается чистая хна. Некоторые фирмы надо по несколько раз просеивать, например, Неха или Премдулхан, поэтому я не рекомендую их использовать. Как раз то, что вы покупаете в магазине, надо очень хорошо просеивать. Премиум хну, которую вы покупаете у мастеров мехенди, просеивать не обязательно. У меня два вида хны, раджастанская и саджат. И еще некоторые используют пакистанскую хну джамиля. У каждой хны есть свои особенности, по этой причине я тоже не даю вам рецепты по граммам. Хне саджат, например, нужно чуть больше воды, раджастанской нужно меньше сахара, а джамиля капризная. Ее нужно долго настаивать, мешать на чайном дереве или кайпуте и класть больше сахара. Это все вы поймете с опытом, сравнивая разные порошки или даже смешивая их. Джамилю, например, немного удобно добавлять другие сорты хны для того, чтобы добиться большей мягкости. Как я уже сказала, это постоянные эксперименты. Просеив мою хну, я увидела, что сверху капрона нет мусора. Вся хна легко прошла через капрон. Это значит, что остальное можно не просеивать. Это очень большой плюс премиум хны. Если вам нужно просеять большое количество хны, вы можете взять пластиковый круглый контейнер с крышкой, натянуть на нее капрон, оставив небольшой провис внизу. Закрепив резинкой, капрон не будет слетать. В провис капрона кладете хну и пару монет, закрываете крышкой контейнер и трясете его. Если у вас хна хорошая, сверху капрона останется только пыль от хны. Идеальный промолотый просеянный порошок хны должен быть как мука. Я сняла поближе, чтобы вы увидели детальней. В стакане у нас остался просеянный порошок, который мы перекладываем в мисочку для замеса. Напомню, мы взяли 2 чайные ложки хны с горкой. Вначале мы смешиваем сухие ингредиенты. На 2 ложки с горкой хны нам необходимо 1 чайная ложка фруктозы без горки. Если это сахар, то можно добавлять чуть больше. Опять же, это только примерные пропорции. При замесе пасты мы проверяем, достаточно ли подсластителя или нужно еще. Но им лучше не увлекаться, потому что если положите много, то хна будет очень долго высыхать и рисовать будет сложно, потому что точки будут вытягиваться за конусом. Хорошенько перемешиваем хну и сахар. Теперь нам необходимо добавить жидкости. В моем случае это вода. Жидкость мы добавляем по чуть-чуть, буквально по 1 чайной ложке и каждый раз перемешиваем. Следите за тем, чтобы хна не превратилась в жижицу, ведь потом мы будем добавлять еще и масла. Сейчас нам надо сделать комочек. Потихонечку добавляем воды и мешаем. Добавляем и мешаем. Мешаем тщательно, чтобы убрать комочки и растворить сахар. Каждый ингредиент вы можете положить чуть больше или чуть меньше. Я буду говорить вам лишь разумные пределы и постараюсь грамотно показать вам необходимую консистенцию хны. Конечно, в процессе и в практике вы можете прийти к тому, что вам ли удобство. Будет лучше делать чуть-чуть погуще хну или чуть-чуть пожиже. Мы получили комочек. Пусть и не совсем однородной консистенции, но уже сейчас мы можем добавить эфирные масла. Напоминаю, что они должны быть хорошего качества. Когда масла плохого качества, хна не дает света. На 1 чайную ложку хны с горкой добавляют от 30 до 50 капель эфирного масла. С маслом хорошего качества можно попробовать и меньше класть, но больше точно лучше не стоит. Я добавляю сначала 30 капель на 1 ложку. У нас в замесе 2 ложки, значит мне необходимо добавить 60 капель. Обязательно добавляем только определенные эфирные масла. Если вы еще не смотрели наше видео о том, какие нужны ингредиенты для замеса, то обязательно посмотрите его у нас на канале. Чаще всего используют эфирные масла чайного дерева, лаванды, каепута и эвкалипта. В этих маслах содержатся терпены, которые помогают пигменту хны проникать в наш роговой слой кожи. Поэтому именно эти эфирные масла нужно добавлять и никакие другие. В библиотеке нашей школы на обучающей платформе есть статья, где подробно описываются разные масла и их свойства. Какие можно использовать для рисования на беременных, кормящих и даже при каких заболеваниях, какие масла лучше не использовать. Эвкалипты цитрусовые используют редко. Самые безопасные, как я уже сказала, это чайное дерево и лаванда. Если вы используете 2 масла, то они могут составлять половину общей суммы масел. То есть, если 60 капель масла, то 30 лаванды и 30 капель масла чайного дерева, например. Либо одно из них может быть добавлено больше, а другое меньше. Но в сумме они должны попадать по пропорциям, которые нам необходимо добавить замес. Цитрусовые масла используют для аромата. Их добавлять примерно до 5 капель на 1 чайную ложку хны с горкой. Если вы делаете замес для тренировок на бумаге, то масла можно не добавлять. Нужно добиться только необходимой консистенции замеса, и вы можете рисовать. В процессе мы можем добавить любой ингредиент, если видим, что его не хватает. Сейчас нам надо тщательно мешать, чтобы добиться однородной консистенции. Обычно на замес у меня уходит около 20 минут, иногда 10, но всегда надо хорошо мешать, чтобы растворился сахар, масла соединились и паста была однородная для удобного рисования. Добившись условной однородности, можно проверять, достаточно ли подсластителя мы положили. Это легко проверяется. Вам нужно только быстро плюхать ложкой по пасте, и хна должна за ней тянуться. Если она тянется как сопля и не отстает от ложки совсем, то вы положили слишком много сахара. Значит, вам нужно увеличить в пропорциях все остальные ингредиенты. Если хна не тянется, то попробуйте еще лучше перемешать и чуть-чуть добавить или эфирных масел, или пол чайной ложки воды. Каждый ингредиент надо добавлять по чуть-чуть, чтобы не переборщить. Если хна получилась жидкая и она просто стекает с ложки, то необходимо добавить порошка, а дальше уже смотреть по консистенции, чего добавить еще можно. Если я вижу, что мне не хватает жидкости, я лучше добавлю немного эфирного масла, поэтому в самом начале я добавила только 30 капель масла на ложку, чтобы оставить себе пространство на всякий случай. В результате в моем замесе всего получилось 80 капель эфирного масла на 2 чайные ложки хны с горкой. Ну а теперь внимательно посмотрите, какой консистенции необходимо добиться на первом этапе. Хна как густая сметана, пышная и тянется за ложкой. Консистенция однородная, могут оставаться комочки, но это не страшно. Они могут пропасть после настаивания. Хна не растекается, но и не стоит комом. Она легко деформируется, достаточно мягкая и нехотя очень медленно растекается, но форму все равно держит. Получилось? Отлично! Тогда надо настаивать. Если не получилось, как на видео, подумайте, чего нужно добавить и сколько. Главное по чуть-чуть. Даже если с первого раза не получается, не страшно. На платформе мы даем обратную связь и сможем подсказать, если что-то не получается. Лично я училась около 6 месяцев делать хорошую пасту для рисования, ну и конечно же продолжаю экспериментировать с замесом. Ищу самый удобный и самый яркий рецепт. Еще раз хорошенько перемешав и проверив наше зелье, мы убираем с ложек остатки пасты и сгоняем всю нашу хну комочком в центре тарелки. Теперь нашу хну необходимо настоять. Для того, чтобы там произошли все нужные нам химические процессы, все соединилось и хна начала давать цвет. Когда она дает цвет, то паста начинает темнеть. Также происходит и при окислении. Но это все детали, о которых вы узнаете позже. Сейчас нам надо закрыть ее пищевой пленкой. Отрезаем кусок пищевой пленки и прикладываем ее прямо к пасте. Очень плотно, прямо под комочек можно пищевую пленку положить. Там могут быть пузырьки, это не страшно. Главное убрать большие пузырьки воздуха. Таким образом мы избавляем пасту от контакта с воздухом. Сверху мы кладем нашу первую проверку хорошего замеса. Это белый листик или ватный диск. После настаивания вы увидите, что на нем отпечатался рыжий цвет даже через пленку. Сверху листика надо положить небольшой грузик. Я кладу ракушку. Сверху можно еще намотать пищевой пленкой для верности. Кто-то даже в полотенце заворачивает тарелку. Думаю, тут уже все способы хороши. Главное, чтобы было сделано с любовью и заботой. Настаиваем хну на воде от 5 до 12 часов в теплом месте. В теплом не значит жарком. Можно поставить рядом с батареей, но не на нее. Можно на теплый пол поставить. Летом можно просто на столе ее оставить на ночь. Джамилю и хну на лимонном соке настаиваем от 8 часов. Если необходимо очень быстро настоять хну, можно поставить тарелку на водяную баню, на часик или на батарею. Только между ними все же лучше положить полотенце. На водяной бане я настаивала хну от 1 до 2 часов, постоянно поддерживая теплую температуру воды внизу. Первая часть замеса прошла успешно. Теперь ждем, как хна настоится и потом смотрите вторую часть видео по замесу. Там я расскажу, как проверить хну и какая она должна быть после настаивания.